Коммунальные беды Наталья Кочеткова не ждала. За состоянием всех вентилей и кранов всегда следила внимательно. Вовремя установила счетчики на воду и даже не предполагала, что именно счетчик станет причиной большого ЧП в квартире. Однажды вечером пришли с дочерью домой и увидели потоп. Вся квартира была где-то по щиколотку в воде. Оказалось, что это просто-напросто треснул счетчик холодной воды. Слава Богу, что холодный. Экспертиза подтвердила, что это заводской брак с возможностью неправильной установки счетчика. Тот водяной счетчик Наталья установила за полгода до ЧП. Больше он не простоял. День потопа хорошо запомнился и 12-летней Марине. Кстати, вместе с алгоритмом, что делать, если по всей квартире вода. Тряпка, метла, начинаем убивать. Потом, ну, федро. Потом пришла соседка и все остальные соседи. И соседей пришло много. Вода с четвертого этажа добралась до первого. После всех происшествий Наталья обратилась в суд с иском к компании, которая устанавливала счетчик. И вот тут выяснилось интересное. Мне пришло уведомление, что данная организация прекратила свою деятельность и правоприемником является другая организация. Но что самое интересное, это расторжение произошло еще до того момента, как был подписан договор. Тем не менее, суд остался на стороне Кочетковой и постановил выплатить ей 110 тысяч рублей для возмещения убытков соседям и за моральный ущерб. Правда, судебные приставы уже год не могут взыскать эти деньги. Офис фирмы-установщика вечно закрыт. В подобной истории оказался и Евгений Пузанов. Перед ремонтом в квартире заключил договор на установку газового счетчика. Внес первый платеж, а потом передумал. В попытках вернуть деньги офиса компании по указанному в договоре адресу не обнаружил. Для установки счетчика заранее идти в фирму не нужно. Мастера приходят сами. Это тот случай, когда инициативу проявляет не клиент, а продавец. Они звонят и говорят, вот сейчас обязательная программа просто идет, якобы президентская, что вы обязаны поменять счетчик. Вы слышали об этом? Ну что-то вот в таком тоне. Ну и они вот так вот как бы людей запугивают. Ну это как-то давление, на мой взгляд. А еще подобной агрессивной рекламой завалены почтовые ящики нижегородцев. Вот одно из таких объявлений. Здесь написано, что согласно федеральному закону номер 261, собственники жилых помещений обязаны до Нового года установить индивидуальные приборы учета. И здесь же указан телефон некой единой справочной службы по установке счетчиков. На деле же это просто очередная фирма, оказывающая подобные услуги. И жители наивно полагают, что установку счетчиков нужно заказывать именно по указанному телефону. В Нижегородском Роспотребнадзоре о таком давлении на потребителей знают. Но надзор возможен только если на компанию подают в суд. Поймать фирму на нечестных схемах без конкретных пострадавших не получается. А фирм за последний год на рынке появились десятки. Повлияли федеральные законы. Конечно, это новые рынки для оказания услуг. Естественно, этим воспользовались. И в этом направлении стала работа больше организаций. Прежде всего, чем заключить договор, посмотреть все-таки его условия. То есть жители сами должны как-то себя в этом плане образовывать в первую очередь. И обращать внимание, с кем заключать договор. Не надо заключать договор с первовстречным. Потому что установкой счетчика занимаются и те организации, которые непосредственно поставляют эти ресурсы. То есть, может быть, лучше к ним обратиться. Кстати, юристы признают, что если в определенной законном сроке собственники жилья не установят водные или газовые счетчики, то ресурсоснабжающие организации вряд ли станут делать это принудительно. Слишком дорого и муторно сначала ставить прибор за казенный счет, а потом ходить по судам, чтобы взыскать деньги. Поэтому нижегородцам напоминают, не следует идти на поводу у предприимчивых коммерсантов. Алексей Александров, Сергей Пермовский, Максим Веселов и Михаил Гордников объективно итоги недели.